Всем привет, друзья! 31 декабря 2018 года на моем канале вышло видео о том, как установить Google камеру на Xiaomi Mi A1 на Android 9.0 Pie. На момент записи этого видео там уже более 30 000 просмотров, более 1300 лайков, что является самым залайканным видео на моем канале. До этого лидерство по пальцам вверх держал обзор на Android 9, но который вышел аж в августе 2018 года и даже несмотря на то, что там более 70 000 просмотров, лайков там столько же, сколько и на инструкции по установке Google камеры, хотя просмотров на инструкции в два раза меньше. В общем-то спасибо большое всем, кто ставит пальцы вверх, я знаю, что не зря стараюсь. Но так как инструкцию я писал еще в декабре на декабрьском патче, после этого у нас вышел январский патч обновления, многие стали писать, и у меня была такая же проблема в частности, у нас не останавливалось обновление по воздуху, хотя оно приходило, но сам апдейт не ставился. И всю последнюю неделю я пытался решить вопрос, как сделать так, чтобы после установки Google камеры обновления по воздуху к нам не только приходили, но еще и устанавливались, и ответ найден, поэтому и записываем это видео. Многим из вас могло попасться видео, и один человек даже мне его присылал, где на индийском канале парень берет, отключает разблокировку загрузчика, отключает отладку по USB и, о чудо, потом обновление у него приходит и ставится. Я сделал все то же самое, что и показывал этот парень и видео, но почему-то при попытке установить обновление у меня до сих пор происходила ошибка, и не у меня одного. Многие стали писать ему в комментариях, что данный способ им не помогает, и знаете, что он сделал? Правильно. Он оставил ссылочку на XA Developer, где до этого он что-то сделал с манипуляциями системы, что ему это помогло и типа другим поможет, но на видео он это, конечно же, не сказал. Мой же способ решения проблемы не такой легкий, как у того индийского парня, хотя, как мы уже выяснили, тот способ просто не работает. И, собственно, как обычно, я сделал подробнейшую инструкцию шаг за шагом, как сделать так, чтобы даже человек, который не дружит с компьютерами, смог пройти эту инструкцию. Все необходимые ссылки, на инструкцию, необходимые файлы для видео и еще какие-либо дополнительные материалы будут в описании под видео. Старался ради вас. Приятного просмотра. Перед тем, как мы начнем. Все, что я покажу, создано исключительно в образовательных целях. И не я, никто либо другой не несет ответственности за ваше устройство, если что-то пойдет не так. Вы выполняете все действия на свой страх и риск. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, начнем с подготовки. Все необходимые файлы я оставил на Google диске, ссылка будет в описании. Нам нужно будет прошиваться с одной версии на другую, например, с декабря на инвайль. Если вы смотрите этот ролик, например, в марте или в апреле, то можете скачать все актуальные прошивки на сайте 4pdust. Также ссылка будет в описании. Здесь можете найти в разделе прошивки необходимую вам версию. Здесь будут ссылки на скачивание, а также описание необходимых файлов. Итак, когда мы скачали все необходимые файлы, можем кинуть их на рабочий стол компьютера. Прежде всего заходим на диск C и открываем zip файл platformtools. Там находим папочку platformtools и скидываем ее на диск C. Перекидывание может занять какое-то время, поэтому я ускорил запись. После того, как папка platformtools перекинулась на диск C, нам необходимо ее переименовать. Выбираем ее, нажимаем переименовать и переименуем ее в папочку adb и оставляем на диске C. Теперь переходим к двум другим архивам, которые вы сможете найти на Google диске. Прежде всего, приложение miflash, с помощью которого мы будем устанавливать прошивку на телефон, его можно разархивировать на рабочий стол, а также саму прошивку, которую также следует разархивировать на рабочий стол. После того, как мы разархивировали все архивы, переходим в папку с прошивкой. Здесь нам необходимо переименовать один из файлов, который называется flasharraysuserdata, его необходимо переименовать по название flash »all. Переходим обратно в папку с прошивкой. Находим необходимый файл FlashAraysusdata и переименовываем его в FlashAll. На этом вся подготовительная сессия заканчивается, можно переходить к основному действию. Итак, после того как мы сделали все необходимые манипуляции с файлами для успешного проходения инструкций, нам прежде всего необходимо подсоединить телефон к компьютеру. После того как мы соединили телефон с компьютером, переходим в настройки USB соединения шторки и выбираем передачу файлов для установки первичных драйверов для работы с файлами телефона и компьютера. После этого нам необходимо отсоединить телефон от компьютера и воткнуть провод заново, но на этот раз нам уже не нужно менять никакие настройки, пусть все остается как есть. После этого нам необходимо перейти в настройки и отключить полностью всю защиту телефона, если у вас стоял до этого пароль, его отключаем, нажимаем блокировку нет, после этого переходим в настройку системы о телефоне и находим пункт как номер сборки, у меня установлена январская версия, но мы будем откатываться на 10.03, нажимаем на нее 7 раз подряд и активируем настройки разработчика, заходим в настройки разработчика и находим пункт заводская разблокировка, активируем его, подтверждаем, спускаемся немножко ниже и находим пункт отладка по USB, его мы также активируем и переходим обратно на главный рабочий стол. После того как мы активировали все необходимые настройки на телефоне, включаем приложение ADB Setup на компьютере, я оставил две версии на случай того, если у вас будут какие-то проблемы с новейшей, попробуйте более старую. Здесь нам нужно несколько раз ввести Y, все подтвердить и дальше установить необходимые драйвера для корректной работы ADB. Теперь заходим в папку ADB на диске C, зажимаем клавишу Shift и нажимаем правую кнопку мышки, у нас появляется открыть окно PowerShell. Заходим в окно PowerShell и копируем команду ADB Devices, так мы проверим работоспособность ADB. Копируем ее, вставляем в окно PowerShell и у нас высветится вот такая вот команда, установится соединение компьютера и телефона. Подтвердите отладку по USB на телефоне, когда она у вас выскочит, после этого еще раз введите команду ADB Devices, все хорошо работает, можно идти дальше. Теперь нам необходимо перевести телефон в режим Past Boot, для этого копируем команду ADB Reboot Boot Loader, копируем ее и переходим в окно PowerShell, которое мы активировали на диске C в папке ADB, вставляем команду и у нас телефон перейдет в режим Fast Boot и у нас появится вот такой вот зайчик с Android. Теперь мы будем разблокировать игручек, на этом моменте пожалуйста предельно осторожно. Мы копируем команду fastboot om unlock, вставляем ее в окно PowerShell, но на Enter не нажимайте. Перед этим нам нужно будет нажать на нижнюю клавишу громкости на телефоне и зажать ее. Как только мы ее зажали, можем подтверждать команду клавиша Enter на компьютере. Телефон у нас быстренько перезагрузится, держим палец еще несколько секунд и отпускаем для полной достоверности. Вводим команду fastboot devices, проверяем что телефон видится компьютером, вставляем ее в окно PowerShell, проверяем, все хорошо, все работает. После того как мы разблокировали загрузчик, заходим в приложение Xiaomi Mi Flash, заходим в него, здесь нам нужно будет ставить путь до прошивки, для этого переходим в папку с прошивкой, для этого кстати мы и меняли один из файлов, на который будет ориентироваться программа. Нажимаем на путь в проводнике и копируем его, нажимаем правую кнопку мыши, копировать, переходим в программу Xiaomi Mi Flash и вставляем ее в данный раздел, вставляем и нажимаем на Refresh. После того как вы нажмете на клавишу Refresh, приложению понадобится некоторое время для определения телефона и он у вас высветится, вот так вот это будет выглядеть. Теперь нам необходимо выбрать Clean All, это очень важно, не пропустите этот момент, мы выбираем Clean All, телефон у нас подтвердился и нажимаем Flash для установки прошивки. Забегу немного наперед, на моем компьютере прошивка через утилиту Xiaomi Mi Flash устанавливалась 10 минут, в зависимости от мощности вашего компьютера это может занять плюс-минус какое-то время, на моем компьютере, как я уже сказал, это вышло около 10 минут. После того как вы нажмете на клавишу Flash, приложение Xiaomi Mi Flash полностью сотрет все данные с телефона и будет устанавливать прошивку на голое устройство. Чем хорош этот метод? Во-первых, через приложение Xiaomi Mi Flash можно прошивать устройство даже, которое находится в состоянии кирпича, главное, чтобы у вас был разблокирован загрузчик, если у вас он не разблокирован, переходите в Fastboot, входите в команду Fastboot OM Unlock и дальше прошиваете прошивку через Mi Flash. Во-вторых, этот метод работает безотказно, существуют разные методы установки прошивки на Xiaomi Mi A1, я попробовал разные в процессе подготовки и в каждом у меня была какая-то ошибка в разные времена, поэтому я остановился на этом методе, потому что он работает 100%, я пробовал 4 раза и каждый раз у меня все было хорошо. После того как у нас установится прошивка, нам нужно будет пройти первоначальную настройку, выбираем русский язык, далее и пропускаем все необходимые пункты, конкретно пункт Wi-Fi нужно обязательно пропустить, чтобы не застрять на моменте с Google аккаунтом, дальше все пропускаем быстренько и переходим на главный экран телефона. После того как мы установили прошивку через приложение Xiaomi Mini Flash и прошли первоначальную настройку, нам нужно будет подключиться к Wi-Fi для загрузки и обновления, для этого подключаемся к домашней сети Wi-Fi, переходим в настройки, система, дополнительно и обновление системы. Теперь нам нужно будет скачать обновление, которое у нас выскочит. После того как прошивка скачается на телефон, начнется ее автоматическая установка, нам нужно будет дождаться второго шага установки. Вот идет первый шаг, сейчас начнется второй шаг, вот он наступил, теперь нам нужно поставить обновление на паузу, это очень внимательно, не пропустите, нам нужно поставить паузу именно на втором шаге обновления. После того как мы поставили обновление на паузу, нам нужно будет скачать необходимые файлы для получения root-прав и установки Google камеры. Для этого в поисковике вбиваем Magisk и переходим на сайт Magisk Manager, который находится немножко ниже выдачи поисковика Google. Заходим на этот сайт и скроллим вниз до того момента, пока не найдем Download Magisk Manager, это АПК, она весит несколько мегабайт, мы ее скачиваем, даем все необходимые разрешения Chrome, переходим обратно на сайт Magisk и скроллим еще дальше вниз и находим такой пункт как Download Magisk 18.0, на момент записи это увидел. Его мы также скачиваем, а также я скачаю Google камеру, я оставлю все необходимые записи в инструкции, будьте внимательны, там будут все ссылки, на этом моменте мы не будем особо заострять внимание, вы все сделаете когда будет проходить инструкция. После того как мы поставили обновление на паузу на втором шаге установки и скачали все необходимые файлы, переходим в настройки, о системе и нам нужно активировать настройки разработчика. Для этого переходим в пункт о телефоне и находим номер сборки. Как видите, он у нас 10.03, то есть декабрьская версия, до этого была январская, то есть мы все правильно откатились. Заходим в настройки для разработчиков, как видим заводская разблокировка активирована, это хорошо и теперь нам нужно включить отладку по USB. Включаем ее, подтверждаем и переходим на рабочий стол. Ну а дальше делаем все то же самое, что и в первой части инструкции, подсоединяем телефон к компьютеру, делаем передачу данных и отсоединяем, снова подсоединяем, устанавливаем драйвера ADB Setup и заходим в окно PowerShell через папочку ADB на диске C. Вводим команду ADB Devices, но на этом моменте нужно быть аккуратным, у вас как и у меня может выскочить ошибка, что телефон не распознался компьютером. Для того чтобы это исправить, заходим в систему дополнительно для разработчиков, ищем пункт отладка по USB и нажимаем отменить доступ для USB отладки. Отключаем его и нам нужно выключить и снова включить отладку по USB. После этого нам нужно включить передачу данных в настройках USB, отключить телефон от компьютера, снова подсоединить и дожидаться сообщения отладки по USB. Оно может иногда вредничать, если у вас такая проблема возникла в первой части инструкции, сделайте то же самое и оно должно решиться. Теперь снова заходим на диск C, папочку ADB, вызываем окно PowerShell через зажатие клавиши Shift и правой кнопки мышки, копируем команду ADB Devices, проверяем, что у нас все работает корректно, вставляем команду, нажимаем на Enter и видим, что телефон определяется компьютером. Дальше копируем команду ADB Reboot Bootloader, чтобы перейти в режим Past Boot. Переходим в окно PowerShell, вставляем и нажимаем на Enter. Дожидаемся того, пока у нас не выскочит зайчик с Android. Теперь нам нужно активировать кастомный рекавери, для этого в пустую папку закидываем образ диска TWRP, который вы найдете в Google диске, закидываем его в пустую папку, зажимаем клавишу Shift и активируем окно PowerShell. После этого в инструкции сможете скопировать необходимую команду, выделяем ее, копируем, переходим в окно PowerShell, вставляем и нажимаем на Enter. Теперь нужно будет немножко подождать, телефон кратковременно перезагрузится и зайдет в кастомный рекавери. После того, как телефон прогрузился в кастомный рекавери, делаем свайп на первом же экране, заходим в вкладку Install, заходим в папку Download, где мы скачали необходимые файлы и нажимаем на Majisk18.zip, свайпаем для его установки. Сейчас произойдет установка, ускорим немножко время. После того, как он установился, нажимаем на Reboot System и делаем отказ не устанавливать нам приложение TWRP на телефоне и ждем перезагрузки смартфона, запись ускорена. После того, как мы установили Majisk через TWRP, нам нужно установить APK файл MajiskManager, нажимаем на него, даем все необходимые разрешения и устанавливаем приложение. После того, как оно установилось, открываем его, смотрим что оно работает корректно и заходим на рабочий стол. После того, как мы перешли на рабочий стол из MajiskManager, не закрывайте его, переходите в папочку ADB на диске C, через зажатую клавишу Shift и правую кнопку мышки активируйте окно PowerShell, копируете команду ADB Shell, вставляете ее в окне PowerShell, нажимаете на клавишу Enter, теперь нам нужно вставить команду SU и активировать рут права на телефоне. Выскочит такое окошко, не медлите, предоставляете права суперпользователя телефона и у нас активировались рут права. Теперь просто вставляете все необходимые команды, которые вы найдете в инструкции, тем самым мы активируем необходимые настройки для работы Google камеры на телефоне. После того, как мы все это сделали, нам нужно будет перезагрузить телефон. Мы молодцы, практически дошли до конца, дальше нам компьютер не нужен будет, работаем только с телефоном. Как только телефон перезагружается, заходим в файловый менеджер и находим в скачанных файлах АПК Google камеры. Устанавливаем ее, даем все необходимые разрешения, после того, как она запустится, активируем ее и смотрим, что Google камера у нас успешно работает, значит мы с вами все сделали правильно. Можете поставить на этом моменте лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Дальше, ребят, предельно аккуратно, смотрим, чтобы мы были подсоединены к сети Wi-Fi. Заходим в приложение Majisk Manager, с помощью которого мы получали рут права и активировали настройки для Google камеры, зайдем в меню модулей, смотрим, чтобы здесь у нас ничего не было, если есть, удаляйте. Заходим в Majisk и нажимаем на удаление, полное удаление. Программа скачает необходимые ей файлы и запустит процесс самоликвидации. Нужно будет немножко подождать, телефон быстренько перезагрузится у нас. Итак, телефон перезагрузился после удаления Majisk, проверяем работоспособность Google камеры, как видим она у нас прекрасно работает, сделаем снимок, чтобы у нас приложение не вылетело, так, снимок сделался, все прекрасно. Теперь заходим в настройки и нам нужно будет установить прошивку, которую мы поставили на паузу. Переходим в Система, Дополнительно, Обновление системы и нажимаем на Продолжить, тем самым у нас продолжится установка системы и мы сможем перейти на следующий патч безопасности. После того, как обновление установится на телефоне, нас попросят перезапустить систему, нажимаем на перезагрузку и дожидаемся полной установки обновления на телефоне. После того, как телефон перезагрузится, мы проверим работоспособность Google камеры, не слетела ли она у нас после обновления. Заходим в нее, проверяем ее работоспособность, как видим у нас все хорошо и обновление мы установили, и Google камера у нас осталась, все супер. Дальше переходим на рабочий стол, в настройки и смотрим, чтобы у нас расшивка установилась корректно, до этого у нас была версия 10.03 декабрьская, как видим теперь у нас 10.04 это январское обновление. Но на этом еще не все, отключаем телефон от компьютера, если он у нас был подключен. Заходим в настройки для разработчиков, заводскую разблокировку можно оставить, она не влияет на обновления по воздуху, но нам нужно отключить отладку по USB и отозвать доступ для USB отладки и после этого отключить настройки для разработчиков. На этом, в принципе, все, таким вот простейшим образом мы мало того, что перепрошили телефон полностью с нуля, установили Google камеру, но и сделали так, чтобы прошивки по воздуху у нас не только приходили, но и устанавливались. До этого, как я напомню, у нас была ошибка с предыдущим методом. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца, только потому что вам интересно и вам не нужно было проходить инструкцию. Для вас особый респект. Эту инструкцию я старался сделать даже еще подробнее, чем предыдущую установку Google камеры, потому что все-таки ту я уже записал, в эту я знал где слабый момент и решил сделать как-то масштабненько. Надеюсь, что ни у кого не возникло проблем при ее прохождении и все пройдет как по маслу. На этом, собственно, все. Надеюсь, что это видео для вас было максимально полезным и познавательным. Не забывайте ставить пальцы вверх, ну а я пойду. Всем удачи, всем пока.